всем привет дорогие друзья и зрители канала гаджетмания сегодня мы с вами распакуем посылочку которая шла ко мне к сожалению очень долго это очередная новинка от компании сяоми я надеюсь последние за этот год это самая бюджетная модель представленная в конце 2016 года redmi 4 а и так посылочка шла достаточно долго магазин фэнтези из aliexpress они все сделали быстро достаточно быстро отправили но наша доблестная российская таможня все это дело очень достаточно долго продержала у себя соответственно на таможне поэтому увы приехала только под конец года ну что ж в принципе что нам известно про эту модель и технические характеристики вы сейчас можете лицезреть на экране своего смартфона или компьютера где вы смотрите данное видео соответственно от себя отмечу что здесь android 6 0 батарея 3000 с копейками 3120 миллиампер час что у нас здесь есть алюминиевый корпус соответственно 5-дюймовый hd дисплей и в общем стоит он порядка 90 долларов но я брал его на распродаже 11 11 за 98 99 ссылочки оставлю в описании все про доставку вам расскажу рассказал очень нравится когда соответственно продавец думает о своих покупателей и кладет это все вот в такую вот упаковку перед нами коробочка которая менялась за несколько лет буквально два или три раза сейчас это белая ничего не представляющая себя информационная коробка здесь только написано что это 4а не знаю видно вам не видно ну в общем написано поверьте мне на слово есть небольшие лэбочки скорее всего магазина смартфон скрывался для проверки есть технические информации в общем 216 в цвете gold или какой-то там еще другой gold есть в общем давайте посмотрим откроем что же здесь у нас они посмотрим не откроем потому что мы заклеен заклеена вот так вот аккуратненько снимаем пломбочки китайские пломбочки у нас очень аккуратно сняли китайские пломбочки открываем и смотрим друзья в первую очередь скажу для чего и для кого ориентирован данный смартфон я компания отношусь сяоми нейтрально многие считают что я хейтер этой компании нет ни в коем случае этот смартфон ориентирован конечно в первую очередь на рынке такие как индия или если вы допустим покупаете смартфон для себя скорее всего вы просто хотите получить современное устройство наделенное достаточно интересными техническими характеристиками но при этом стоят сущие копейки в общем смартфон для рынков индии развивающихся стран не хотел это говорить но это так перед нами коробка открываем смотрим что же здесь у нас есть как всегда все достаточно скудненько есть мануал на китайском от компании сяоми есть кабель оставим и здесь также у нас присутствует зарядное устройство без переходничка продавец пожалел переходничок продажи должен должны быть были какие-то подарки ну в общем нету ничего даже переходника 5 вольт 1 ампер достаточно маленькая и в принципе никаких быстрых зарядок конечно же за эти деньги вы не получаете и еще у нас присутствует а и скрепка так и народ называет и я также и называю скрепка потому что впервые ее изобрели в компании apple ну что ж давайте это все отложим в сторонку комплектация в общем никаких изменений за прошедшие несколько месяцев не претерпела и перед нами смартфон компании сяоми самая бюджетная модель из трех представленных если честно это пластик друзья это пластик и я думал что у меня будут как конечно же сразу какие-то негативные ощущения от смартфона пластикового смартфона потому что здесь нет сканер отпечатка пальцев нет присущего металла который даже есть в резке здесь его нет в общем все очень по бюджетному но опять же не могу не похвалить все сделано достаточно добротно даже с учетом того что здесь бюджетные материалы корпус здесь ощущается в руке очень очень хорошо если честно не ощущается что здесь батарейка на 3120 миллиампер час поправьте меня в комментариях и напишите какая она на самом деле по емкости если вы допустим владелец данного устройства давайте рассмотрим что у нас находится на задней части устройства соответственно наверху у нас есть фетодиодная вспышка по моему 13 мегапиксельная камера внизу есть небольшой логотипчик компании me прорезь для динамика небольшая вот такая пупырышка для того чтобы звук не уходил если вы допустим используете точнее звук идет во время того что того как смартфон находится на какой-то поверхности также здесь у нас есть пластиковые вот такие вот ставочки для того чтобы проходил скорее всего уровень сотового сигнала и сигнала вай фай наверху есть даже сканер инфракрасный порт точнее три с половиной микрофон снизу micro usb дополнительный микрофон точнее основной наверху дополнительный с правой стороны у нас клавиша регулировки громкости и друзья в пластиковом корпусе эти клавиши прямо из коробки не производят никакого люфта не скрипят не люфтят и ничего с ними не происходит то есть за это уже можно сразу поставить плюсик и клавиша включения выключение также на правой грани на левой грани устройства одинокий одинокий слот под скорее всего он сдвоенный давайте посмотрим откроем а то мы так убрали эту скрепку она оказывается нам еще понадобится одинокий слот под скорее всего 2 sim карты либо sim карта и карта памяти да абсолютно верно вот такой вот комбинированный слот мне немножко не нравится что хотя здесь он сделан достаточно качественно честно хотел немножко похейтить компанию на этой модели но не получается пока все что касается этого смартфона очень очень даже неплохо ну что ж спереди спереди у нас 5 дюймов наверху всевозможные датчики основная камера снизу кнопки управления они не подсвечиваются и соответственно экран защитная пленочка я не буду снимать потому что скорее всего смартфон сразу после обзора будет выставлен на авито и продан и так включаем посмотрим android 60 то есть соответственно скорее всего последняя милай восьмой версии я думаю здесь она не должна лагать ну что ж друзья перед нами стартовый экран мне 8 давайте быстренько снастроим смартфон что у нас присутствует у нас присутствует русский из коробки скорее всего смартфон доставался и прошивался на до глобальную версию прошивки что у нас какая страна теперь настроился так все давайте ну что у нас по экрану давайте сразу сделаем вот такой вот щипок кстати хочу вам сказать на заметку мульти тач придумала компания apple так что нечего кукарекать что компания apple только все слизывает ничего своего не придумывает давайте поставим вот такие вот обои установить ну что ж по первым впечатлениям честно как будто бы игрушечный смартфон то есть я держу его сейчас в руке и реально понимаю что в принципе если бы все компании которые производят смартфоны бюджетные даже компания fly или компания high screen или компания micromax или как она там называется если по не делали в своих бюджетных смартфонов батарейку емкостью хотя бы 3000 миллиампер час они 1800 как делают некоторые это был бы успех тут она присутствует соответственно я надеюсь что смартфон будет жить долго по максимальной автояркости у нас дела обстоят таким образом конечно же будет полный обзор данного смартфона я скажу вам свои плюсы и минусы и опыт скажем такого тестирования и эксплуатации по экрану в принципе от бюджетника 100 не стоит ждать ничего более навороченного то есть экран для рядового пользователя который не хочет заморачиваться с приобретением дорогостоящего устройства данный экран будет очень и очень комфортным что у нас по настроечкам давайте посмотрим по телефоне версиями и вай до global 8 global стабильная 8 0300 android соответственно 60 доступно у нас 8,94 гигабайта из 16 скорее всего можно будет перепрошивать ну посмотрим потому что что-то совсем мало хотя google play market установлен соответственно из чего мы делаем выводы что у данного продавца можно приобретать смартфоны просить его вскрывать не вскрывать коробки и соответственно будут принесет будет вам счастье в виде русского языка соответственно сразу после того как вы получите смартфон золотистый цвет да приятно смотрится до сих пор не верится что этот смартфон из пластика ну что ж по первым впечатлениям просто 90 долларов 90 долларов сейчас доллар упал вообще короче это вообще очень очень хорошо непривычно если честно со своих со своего рта если как извлекать информацию о том что сяоми эй ты молодец и так ну в принципе давайте посмотрим на камеру послушаем какую-нибудь заставку виде звука запоминать местоположение ну камера так режимы улучшение голос вот что присутствует пожалуйста посмотрите hdr даже есть давайте включим hdr и попробуем сфотографировать какой-нибудь текст камера очень быстро hdr обрабатывается слушайте друзья ну прям красотулечка для такого бюджетного смартфона вот такая вот камера прямо сна соответственно досталось коробки без всякого ознакомления без всего из подготовки пожалуйста взял и снял да интересно интересно будет потестировать эту камеру в других условиях освещения здесь искусственное освещение два софтбокса точнее один софтбокс ты один большой торшер но друзья пока пока мне все радует что ж как себя поведет это прошивочка в повседневном использовали после того как она будет соответственно нагружена дополнительными приложениями здесь все стандарта все стандартно без всяких изменений вообще мне 8 говорят что всем нравится ее так причесали в ней много всяких нововведений по моему даже есть длинный скриншот все что пользователи соответственно просили и уже идет разработками 8 ой 9 ну что ж давайте послушаем звук и на этом будем заканчивать достаточно затянувшуюся распаковку и так погнали максимальная громкость поехали стоять звуки звуки ну что сказать по первым впечатлениям в принципе принципе неплохо для бюджетного устройства звук и камера из коробки то что я вижу сейчас либо я сошел с ума либо меня все устраивает redmi 4a стоимость 90 долларов для меня сейчас очень очень достойно выглядит друзья большое спасибо что вы досмотрели данное видео до конца у нас так вот такой теперь будет некий челлендж кто досмотрел и услышал эту фразу обязательно поставьте лайк если вам не сложно и обязательно напишите фразу типа паш я досмотрел до этого конца и респект вам всем будет как говорится плюс к армии друзья еще раз большое спасибо что смотрите мои видео обязательно подпишитесь на канал дабы не пропустить новые видео ролики в 2017 году всем желаю добра и счастья позитива в наступающем или уже в наступившем 2017 как говорится я из будущего или из прошлого в общем решать вам обязательно вступайте в наши социальные сети мы есть в твиттере и инстаграме ссылки как всегда в описании под любым из наших видео ну и конечно же используйтесь сайтом гаджет маня точка ру для того чтобы экономить на своих покупках совсем скоро увидимся всего доброго пока пока